Вдалеке еще у нас какой-то новый робот, он выглядит на самом деле как-то страшно. Сейчас я возьму кирочку обязательно и покажу вам кое-что, ребят, что я там заметил. И вот, что это такое. Это какие-то, ребят, алмазики, что ли, я не знаю, да, поэтому сейчас мы их добываем. И в итоге у нас есть три рубины. Всем привет, ребят, с вами Илюша, и это новая серия по выживанию в игрушке под названием Cardlife. И что же, вы проголосовали в прошлом ролике на то, что я все-таки должен прокачивать больше свой домик, поэтому мы будем на этом концентрироваться. Итак, что вообще мы можем, в принципе, сделать такого, чтобы улучшить наш дом? Вообще, по сути, лучше было бы сделать каменные стенки для нашего дома, да, потому что он был бы как-то прочнее. Но пока что это слишком, ребят, долго, надо очень много добыть камня, а у меня этого пока что дела не имеется. И что вообще можно такую интересненькую для нашего дома сделать? Тут, в принципе, можно понаделать картин, деревянных указателей, но это бесполезно. Нам надо что-то такое, что будет для нас полезно. А что полезно для нас будет, это, допустим, ребят, сундук, потому что в сундуке мы сможем хранить различные какие-то ресурсы. Поэтому давайте мы сначала сделаем сундучок. И в итоге я, наверное, поставлю сундучок вот сюда, ребят, смотрите, тут как раз-таки такое местечко хорошее. Кстати, у меня уже был, получается, сундук, я, видимо, его забыл как-то поставить. Так, и что же, что вообще мы в него положим? Ну, в принципе, можно пока что всякие вот эти ненужные штучки, типа рок-беса, там тухлое мясо, либо какие-то сферы, да, и смолу, это можно всё, ребят, сюда скинуть. Может быть, они потом нам когда-нибудь пригодятся. А пока что я хочу посмотреть, что ещё такого можно интересненького добавить в наш дом. Но пока что больше, ребят, ничего такого интересненького я не вижу. Ну, в принципе, единственное, что тут есть, это кузница. И что для неё вообще, ребят, надо? А для кузницы нам надо ещё две грубые шкуры и, естественно, волокно. Ну, пойдёмте тогда добывать грубую шкуру. Я думаю, она с волка точно у нас выпадет хотя бы одна штучка. И думаю, два волка мы обязательно убьём. Только где у нас волки-то? Куда-то все, ребят, волки исчезли? Либо же олени каких-нибудь найти? Смотрите, там, кстати, вдалеке ещё у нас какой-то новый робот. Он выглядит, на самом деле, как-то страшно. Мне кажется, он сто пудов, ребят, недражелюбный. Поэтому лучше мы к нему подходить не будем. Мы как-нибудь мирненько пособираем сначала волокно, потому что, ребята, оно нам нужно, вы сами видели. И потом пойдём убивать, естественно, каких-нибудь животных, которые нам дадут грубую шкуру. Но, в принципе, тут у нас, вот, получается, прямо какое-то непонятное животное. И тут у нас какие-то непонятные горгули, да? Смотрите, какие-то странные, получается, динозавры, да? Только у них ещё имеется оружие. И это, конечно, очень как-то непонятно выглядит. Ну, ладно, хрен с ним. Мне кажется, они слишком опасные. Поэтому мы лучше побежим сейчас опять к нашему вот этому оленчику. Мы, в принципе, в прошлом ролике сюда бегали. Почему-то они именно здесь спауниться, я, конечно, не знаю, с чем это связано. Но, ладно, хрен с ним. Нам самое главное, ребят, добыть грубые шкуры. Так, ну что ж, олень, получай, получай по заднице. Всё, отлично. Олень-самец на нас сагрился. Теперь мы будем его, ребят, мочить. Ну, в принципе, я думаю, нам удары три. И в итоге он уже будет готов, да? Всё, отлично. Самец у нас помер. И в итоге одна грубая шкура с него выпала. Значит, давайте мы сейчас добьём ещё вот этого, второго паренька. И в итоге у нас как раз-таки, ребят, будет две шкуры, плюс ещё мы доберём до конца волокна и создадим кузницу. И заодно проверим, ребят, что вообще можно такого интересненького сделать в кузнице. Так, всё, давай мне грубую шкуру, плюс ещё сырое мясо мы возьмём тоже, потому что кушать надо, ребят. Хоть оно и сырое, не особо много мне прибавит сытости, но хоть что-то, ребят, хоть что-то. Так, ну что ж, думаю, ещё вот этот кустик с волокном мы соберём. И в итоге бежим быстренько домой делать кузницу. Ну вот, я пришёл домой, давайте тогда сейчас быстренько сделаем кузницу и посмотрим, что же в ней такого интересненького можно сделать. Так, это кузница у нас или нет? Вроде бы, ребят, да, поэтому сейчас мы её делаем. Ставим, наверное, вот в этот лот и посмотрим, что же всё-таки ты у нас делаешь, кузница. Так, я, наверное, поставлю её теперь в этот уголочек. В принципе, прикольненько будет выглядеть. И давайте тогда зайдём в неё. Ага, ребят, смотрите, какой прикол-то! Вот в чём фишка-то, вот у нас где теперь можно ещё различные приколюхи-то делать. То есть, в кузнице мы можем переплавлять различные вот эти металлы и из них делать какие-нибудь стенки и другие приколюшки. Так, и что же? Что же нам вообще, ребят, сделать-то можно? В принципе, пока что медные талисманы можно сделать. И, допустим, могу ли я медный шлем оруженоса сделать? Ага, ребят, мне не хватает полосы грубой кожи. А как их, интересно, сделать-то, ребят? Чё-то мне вот это непонятненько. Думаю, потом как-нибудь мы это обязательно узнаем. Я для начала ещё хочу узнать, что вот это такое. Механические ножницы для быстрого срезания кустов. Ага, прикольник, ребят. То есть, у нас открылись новые такие механизмы. Тут можно вот такой механический бур сделать и ещё другие приколюшки. Ну, блин, для того, чтобы сделать мне хотя бы медный бур. Есть тут вообще медный бур? Не, ребят, медного бура нету, но было бы классно хотя бы один какой-нибудь обычный сделать. Может быть, попробовать всё-таки сделать медный топор, но у нас слишком мало меди, да? И плюс ещё опять надо полосы грубой шкуры. А где мне сделать эти полосы грубой шкуры, я пока что не понимаю. Может быть, просто тупо в инвентаре их можно сделать? Посмотрел я инвентарь и в итоге понял, что нам нельзя просто так сделать вот эти полосы грубой шкуры. Но у нас тут есть стойка для кожи. И, скорее всего, из неё как раз-таки можно вот эти полосы шкур сделать. Но это мы сейчас выясним. Нам опять понадобится добыть 4 грубой шкуры плюс ещё 12 волокна. Но это мы обязательно, ребят, сделаем. А сейчас я пока что хочу переплавить нашу медь, потому что у нас ещё их, в принципе, много, да? Значит, мы сюда вот так делаем. Плавить. И сколько у нас должно? Ну, смотрите, в принципе, ещё-то одно хватит, да? Даже две. Отличненько, ребят. В итоге у нас, в общем, есть 11 слитков медных. И это очень хорошо. Это мне очень нравится. И, допустим, чтобы сделать нам топорик медный, у нас теперь остаётся только как раз-таки полосы грубой шкуры. Поэтому давайте тогда сейчас мы пойдём опять мочить наших чувачков, которые будут давать нам шкуру. И в итоге сделаем ту фигнюшечку, которая будет как раз-таки нам помогать делать полосы. Ну и вот после долгой ночи я всё-таки сумел собрать нужные нам ингредиенты. А это, то есть, 3 грубые шкуры плюс ещё волокно. И, кстати, ребят, тут я ещё именно в этой местности нашёл вот такую пещерку. Сейчас я возьму кирочку обязательно и покажу вам кое-что, ребят, что я там заметил. Это, на самом деле, довольно-таки прикольненько выглядит. И сейчас мы, естественно, это добудем и посмотрим, что это вообще, ребят, нам даст. И вот, что это такое. Это какие-то, ребят, алмазики, что ли, я не знаю, да? Поэтому сейчас мы их добываем. И в итоге у нас есть 3 рубины. Конечно, что они мне дадут и вообще, что из них можно сделать, я пока что не знаю. Но, думаю, вместе с вами, ребят, мы обязательно это выясним. И давайте, кстати, я сейчас ещё добуду медь, потому что смотрите, сколько её тут много. В принципе, что зря пропадать ей, поэтому мы её сейчас обязательно добудем. Плюс ещё вот этот фрагментик соберём меди, да? Так, давай, отлично, быстрее добывайся. И где-то ещё у нас тут сверху было. Хотя, не, ребят, мне кажется, тут побольше будет. Поэтому сейчас, думаю, наверное, ещё вот этот кусочек меди мы обязательно возьмём себе. И в итоге бежим дальше в наш дом. И будем делать, естественно, ту штучку, которую мы хотели. Кстати, тут у нас ещё поблизости вот столько дофигища оленей. Поэтому давайте мы сейчас их обязательно замочим. Так как нам всё-таки, если эта штучка будет работать, нужно ещё больше грубой шкуры, чтобы сделать вот эти полосочки, да? Так, рога оленя, сырое мясо. А где грубая шкура? Мне нужна именно она. Что-то, ребят, с этого оленя не выпало. Поэтому давайте тогда попробуем вот этого оленя зафигачить. Может быть, с него выпадет то, что нам надо. Так, олень получаю. Вот смотрите, некоторые бывают удары как-то мимо просто летят. Поэтому иногда не засчитывается. Но хотя сейчас уже всё засчиталось. И одну грубую шкуру мы уже нашли. Это на самом деле хорошо. Так, ну что же. Значит, мы тогда сейчас бежим в домик. И будем делать ту штучечку, которую мы хотели. Я, кстати, забыл, ребят, как она уже называется. Но сейчас мы это обязательно выясним. Ага. У меня тут ещё, ребят, смотрите, волк. Начинает агриться. Я просто возьму и бегу домой. И всё. Он теперь не сможет меня никак достать. Так, ну ладно. Значит, мы берём, заходим в инвентарь. И в итоге ищем, ищем вот вот эту штучку. Ага, ребят, смотрите. До сих пор мне не хватает волокна. Ну что за подстава-то? Я же вроде её собирал. И в итоге как-то всё равно не дособирал. Воу, стоп. Тут ещё волк меня ждал. Капец. Ладно, сейчас мы тогда его замочим. В принципе, не особо мне стоит много трудов, чтобы его замочить. Поэтому получаю, волк. Раз, два и третий удар тебе последний. Всё. Отличненько. Только жалко, конечно, то, что с него дают не ту шкуру, которая мне нужна. А какую-то светлую волчью шкуру. Она мне, конечно, ребят, не подходит. Так, ну ладно. Волокно собираем. В итоге четыре штучки у нас есть. По сути, как раз-таки 12 волокна. И нам надо было для того, чтобы изготовить этот столик. Так, ну значит, закрываем дверечку обязательно. И, ребят, делаем наш столик, который мы хотели. Так, окей. Нажимаем ремесло. И давайте поставим его посерединке. Вот прям именно сюда, к окошечку. И будем надеяться, что он хотя бы что-нибудь, ребят, нам такой сделает полезненько. Да, ребят, в принципе, я всё-таки угадал. И это, на самом деле, очень хорошо. Хорошо. Значит, нам теперь надо изготовить вот эту грубую шкуру. Нам теперь просто надо тупо добыть ещё одну грубую шкуру. И из неё можно делать полосы. Ну вот, я добыл достаточно количества шкуры. Теперь мы будем изготавливать непосредственно грубую шкуру. А из грубой шкуры мы будем делать полосы для грубой шкуры. Окей. Значит, мы тогда делаем их три штучки. Потому что ресурсов у меня именно настолько хватает. Нажимаем ремесло. И теперь мы будем делать вот эти полосы. Нажимаем на полосы. Делаем, наверное, штучки три. Да, смотрите, я думал, именно с одной грубой шкуры у нас будет одна полоска. А в итоге сразу же три у нас получилось. И теперь тогда мы идём сюда и крафтим медный топор, ребят. Наконец-таки, наконец-таки у нас произошла эволюция в этой игре. И теперь у нас имеется вот такой медный топор. Давайте тогда сейчас мы его возьмём и, естественно, протестим, насколько он мощный. И насколько он быстро будет добывать наше дерево. Вот помните, как у нас добывалось дерево с помощью обычного топора, который каменный? Ну, в принципе, это чуть-чуть лучше, но не особо, ребят. Не особо. Я всё-таки думал, что как-то всё-таки будет побыстрее. Но в итоге, что есть, то есть. Окей, значит, тогда мы дорубливаем дерево. И думаю, на этом уже можно заканчивать наш видеоролик. Так, давай падай и посмотрим, сколько, естественно, мы добудем нашего деревца. Ну, довольно-таки неплохо, да? Смотрите, 16 красной древесины. И это мне нравится. Ну, а с вами был Илюша, игрушка под названием Card Life. Если вы хотите следующее выживание, то пишите обязательно об этом в комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok